Так, интересно, как я потом буду эту запись вытаскивать из облака. Ну ладно. Так, у нас тут просто некая катастрофа с Zoom произошла. Перестали работать те ссылки, которые раньше работали. И вся отлаженная механика поломалась. Так, смотрите, в конечном итоге, я так понимаю, что вы хотите сделать что-то в таком роде. Сказать, что вы на самом деле хотите какого-то такого типа утверждения, что 0,3 в степени t, типа у вас t будет стремиться, видимо, к минусу бесконечности. Почему к минусу? А, нет, я хочу, чтобы… Ну там, в принципе, и к плюсу можно бесконечности даже. Там просто вся же вот эта штука, она будет стремиться к бесконечности. Вот 0,3, один минус. Вот это вся. Ча, погодите. Давайте поймем. Значит, у вас x стремится просто к бесконечности. То есть может быть к плюс, может быть к плюс, а может быть к минус. Да. Но тогда что вы говорите все-таки про вот эту штуку? Куда она стремится? Она стремится к минус бесконечности. К минус бесконечности. Ну вот, я и говорю, тогда вот вас интересует вот такая штука. Да, да, да. Вот, хорошо. Значит, ну давайте смотреть, что здесь можно с этим сделать. Ну, во-первых, можно сказать, что это все равно, что наоборот. Допустим, единица разделить на 0,3 в степени минус t. И теперь эта штука будет… И теперь вот здесь вот эта штука будет стремиться уже к плюс бесконечности. Вот, то есть теперь мы, на самом деле, хотим показать, куда вся вот эта вот вещь будет стремиться, на ваш взгляд. Вся сама функция? Да. К бесконечности. Она будет стремиться к бесконечности. Просто к бесконечности или к плюс бесконечности? Просто к бесконечности, вроде как. А что вам не дает предположить, что нам будет стремиться к плюс бесконечности? Ну, потому что, мне кажется, при минус бесконечности оно тоже будет стремиться как бы к... А, ну да, оно же и в минус бесконечности, точно, да-да-да, тогда все плюс бесконечности там же не зависит. То есть у вас 0,3 в степени t, если рисовать ее график, то он будет каким-то вот таким. Значит, поскольку это 0,3, то чем больше степень, тем оно меньше. Когда мы возводим число меньше единицы, в положительную степень оно убывает. А в обратную сторону, наоборот, будет вот так вот расти, как экспонента, как показательная функция. Поэтому картинка вот такая. Поэтому, когда у вас t стремится к минус бесконечности, у вас эта функция стремится к плюс бесконечности. Ну, давайте мы это будем доказывать. Значит, на самом деле, можно просто вот что. У вас не пишет вроде как там. Да, не пишет. Вот такая картинка. Вот. Ну, давайте проверим, что действительно так. Ну, например, можно сказать вот что. Давайте я скажу, что вот эта штука. Значит, единицы разделить на 0,3 – это какое-то положительное число. Не положительное, а число больше единиц. Правильно? Да. То есть у нас, на самом деле, получается вот такая вещь. И можно сказать, что это есть такая вещь. Один плюс какой-то. Ой, оно вроде попадает. Слово не пишет. Да. Значит, можно сказать, что это один плюс альфа в степени минус t, где альфа больше единицы. Ну, можно его там посчитать. Альфа – это будет один. Вот эта штука единицы разделить на 0,3 – 1, на самом деле. Вот. И теперь можно эту штуку сказать, что, например, она будет… Сейчас, значит, мне нужно сказать, что эта штука будет… Значит, у нас минус t сейчас будет положительная, потому что t стремится к минусу бесконечности, а минус t, наоборот, будет большой. Будет стремиться к бесконечности. Значит, давайте я скажу, что эта штука больше либо равна, чем один плюс альфа в степени… Давайте я возьму эту минус t и округлю ее вниз, чтобы приметь неравенство Бернули. Теперь я могу сказать, что по неравенству Бернули получается вот такая штука. Ну, а теперь вот эту штуку можно сделать большой, просто выбирая большое t, ну, сильно отрицательное t. Вот та оценка, которая вас интересует. То есть мы как бы просто заменили сейчас вот эту всю степень у числа, ну, изначального, 0,3. Мы ее заменили на t. Ну как, ну вы хотите там использовать какую-нибудь терему определить сложную функцию? Вот ваша внешняя функция, например. Ну, это внутреннее у меня получается. Наоборот, внешнее, потому что это то, что вы делаете последним. Вы сначала вычисляете вот эту штуку, а потом результат вычисления вот этой штуки вы подставляете в t. А, не-не-не, это уже как раз неполная композиция сложной функции. Это вот как раз у меня под корнем, и я как бы корень беру как внешний. Ну, хорошо, ну, неважно, да, окей. Ну, вы можете несколько раз использовать эту теорему, то есть вы можете сказать, что вот у вас, ну, как бы, вы можете сказать, что у вас на самом деле вот какая-нибудь вот такая вот композиция. И несколько раз примерить эту теорему. Ну, а в целом я могу как бы вот так вот оценить, как бы заменить на t. Ну, не, ну, как бы, ну, да. А дальше вы говорите, что вот мы вот эту вот штуку сделаем достаточно большой. Да. И тогда, если мы ее поставим вот сюда вот вместо t, да, то, значит, и вот эта вот штука тоже будет достаточно большой. Ну, дальше там, если вы, там можно по определению все это аккуратно расписать. Все, я поняла. Ну, оценки всех таких штук, они делаются побернули либо таким образом, либо наоборот. Вот, то есть если вам нужно, наоборот, показать, что 0,3 в степени t, если вам нужно вот такую штуку, например, показать, да, то тогда, значит, если вы хотите сказать, что это 0, да, то тогда вы, наоборот, говорите, что 0,3 – это есть единица разделить на единицу разделить на 0,3, это есть единица разделить на единицу плюс альфа. И дальше вы, наоборот, теперь знаменатель оцениваете сверху, а оцениваете снизу, то есть вы говорите, что если я это все возвожу-то в какую-то степень, да, то дальше вам нужно вот такую штуку тоже оценить, как-то вот так вот. Вот, но все эти штуки, они спокойно оцениваются по Бернове. Все, хорошо, поняла. То есть, если я вот так вот в целом оценю, то есть я могу уже сделать вывод о том, что это будет стремиться к плюсу бесконечности, то есть там не надо еще раз говорить про, ну, как бы расписывать, что вот там для любого C больше нуля там существует. Ну, 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 как бы смотрите, здесь в принципе в этой задаче можно пользоваться разными фактами, которыми здесь все-таки не требуется совсем такая подробная работа с доказательствами. В принципе, я так думаю, что если бы вы здесь написали бы просто, что вы знаете, что показательная функция ведет себя, ну, вот как на этой картинке, то есть вы понимаете, куда она там стремится, к каким бесконечностям, то на это можно сослаться. Вот. Но, в принципе, это как бы добавляет некоторой железобетонности в вашем рассуждении. То есть просто вот можно как бы оценить, это будет вполне обоснованно. Ну, понятно, что если вас попросят, то я думаю, что вы сделаете, как бы напишите все это через определенные пределы. Ну, да, да, да. Ладно, хорошо, спасибо. Пожалуйста. Так, еще вопросы? Можно, пожалуйста, разобрать задачу из 14-го семинара? Так, сейчас, секунду. Так, из 14-го семинара какая задача? Ката. Пятая. Значит, задача такая. Мы говорим, что у нас есть функция номер 5-й, семинар 14-й. Значит, у нас есть функция f непрерывная на интервале от а до b. И дальше у нас такая история. Так. Вот у нас есть точка b. Здесь у нас определенная наша функция. И дальше я хочу сказать следующее, что если есть две какие-то предельные точки у нашей функции в точке b, то есть есть какие-то точки такие, что вблизи них функция бывает сколь угодно близко к точке b. на какие-то вот такие вот. Так, видно там, чего я пишу-то. Вот. Хочется доказать, что все точки между ними тоже являются предельными. То есть обязательно найдутся точки графика. У меня график функции как-то ведет себя тут. Видимо, как-то вот так вот. И хочется доказать, что все точки между этими двумя тоже являются предельными. то есть рядом с ними тоже график проходит. Чуть-чуть по-другому нарисую. Как-то вот так вот. Так, ну что, давайте думать, как это можно сделать. Значит, во-первых, определение предельной точки. Помните за функции? Не совсем. Так, ну давайте смотреть. Значит, это было как минимум в предыдущих семинарах. но давайте я напомню. Значит, точка y 0 называется предельной точкой функции f. Ну, в данном случае у нас, поскольку функция определена только на интервале, да, то у нас сейчас эта точка будет предельной при x, стремящемся к b слева. Значит, точка y 0 называется предельной точкой функции f при x, стремящемся к b 0 слева. Тут можно дать два определения, но давайте давайте посмотрим, какое у меня было в семинаре. дельта 0. Значит, если для всякого y большего 0, всякого дельта большего 0 найдется такая точка x, принадлежащая в данном случае будет вот так, b минус дельта b, такая, что f от x находится от y к 0 на расстоянии меньше эпсилона. То есть, иными словами, это означает следующее, что какой бы маленькую окрестность точки b я не выбрал, в этой окрестности найдутся точки, которые... Давайте я перерисую картинку. значит, что означает, что точка y 0 является предельной. Я беру какую-то окрестность, дельта окрестность точки b, значит, это b минус дельта, точка. И я беру какую-то эпсилон окрестность точки y 0. И требуется, чтобы вот в этом диапазоне, вот в этом прямоугольничке, чтобы здесь обязательно нашлась бы точка, принадлежащая графику нашей функции. График может вести себя как-нибудь вот так. И я говорю, что обязательно вот здесь найдется по крайней мере одна точка, которая будет здесь жить. То есть она будет близ... То есть при том, что ее x будет близок к точке b, сама она будет близка к y 0. Да, понятно. Вот. Давайте проверим, насколько это понятно. Вот смотрите. Давайте посмотрим на функцию синус. Допустим, у нас была функция типа синус, единица, деленная на x. Каковы ее предельные точки? Допустим, при x стремящемся к нулю, скажем, слева. Какие есть предельные точки синус, единица, деленная на x? Да, будет очищаться график. Да, график выглядит как-то вот так. Да, и какие предельные точки? Мы не можем сказать, что все предельные точки? Вообще все. Вот, например, вот эта точка будет предельной. От единицы до минус единицы? Да, совершенно верно. Все точки от минус единицы до единицы будут предельными. Вот весь этот отрезок. Вы состоите с предельных точек. Потому что у нас график подходит близко ко всем этим точкам. Соответственно, задачка, которая здесь... Ну, хорошо, давайте еще один пример. Давайте рассмотрим функцию Dirichlet. Давайте возьмем какую-нибудь точку. каковы предельные точки функции Dirichlet. Допустим, тож при x стремящемся к нулю слева. А здесь какие будут предельные точки? единицы и ноль. Единицы и ноль, да, совершенно верно. Значит, функция Dirichlet единицы, если x рациональный, ноль, если x и рациональный. Можно вот уточняющий вопрос мне по этой задаче? вот сегодня на семинаре у нас нужно было там это на дом функция производная от x квадрат на функцию Dirichlet. Да. И я не понимаю, как такая функция может быть непрерывной. Ну, вот в точке ноль она будет действительно непрерывной, потому что ну, что означает, что она непрерывная? Это означает, что когда x маленький, то значение этой функции тоже будет маленьким. Давайте посмотрим, если я функцию Dirichlet умножу допустим на x квадрат, как я могу оценить ее значение, если x маленький, если x меньше дельта, например? Или давайте даже рассмотрим просто функцию x умножить на функцию Dirichlet. Вот если x меньше дельты, если модуль x меньше дельта, что я могу сказать про модуль x умножить на d от x? Тоже меньше дельта. Ну, вот это автоматически означает, что вот такая функция тоже непрерывна в нуле. Ее если x близок к нулю, то значение этой функции тоже близко к нулю. Это означает, что предел этой функции при x стремящемся к нулю это ноль. Это означает, что она непрерывна. При этом в любой соседней точке она уже будет разрывной. То есть в некотором смысле контринтуитивность вот этой вот самой штуки, она как раз состоит в том, что в самой точке, если я попробую построить картинку, то картинка там будет выглядеть как-то вот так вот. Есть какие-то вот такие вот точечки, есть какие-то вот такие вот точечки. и в самой точке ноль функция будет непрерывна, а в любой другой точке она будет разрывной. Ну вот дать такой довольно странный пример. Хорошо, спасибо. Как верите теперь в непрерывность? Вроде да. Ну как бы ну вот просто есть же теорема о том, что ограниченное умножить на бесконечно малое это ноль. поэтому вот такой предел равен нулю. Это означает, а с другой стороны ее значение в нуле тоже ноль. Поэтому у вас есть непрерывность. Еще спасибо. Вот. Хорошо. Да, возвращаясь к функции Дерихлея, к вопросу о предельных точках. Вот у функции Дерихлея действительно ровно две предельные точки, ноль и единица. А вот у этого синуса, единица, деленная на х, у него в качестве предельных точек выступает весь отрезок. И смысл вот этой теоремы, которая здесь суммулирована как задача, состоит в том, что если функция непрерывна, то как раз для нее может быть только вот такая картинка, но не может быть вот такой картинки. Вот такая картинка это как раз ситуация, когда у нас есть две отдельные предельные точки, и между ними вот этот отрезок, он не состоит из предельных точек. А для непрерывной функции бывает только вот так. когда если есть несколько предельных точек, то весь отрезок между ними тоже является предельным, состоит из предельных точек. Вот, теперь давайте попробуем доказать. Смотрите, чего мы хотим. Значит, вот у нас дано. у нас даны две точки. Давайте будем считать, сейчас они как-нибудь там названы, есть точки у1 и у2. У2. Нам дано следующее. Я записываю определение предельной точки. значит, вот одно для всякого абсинута большего нуля, найдется такая дельта больше нуля. пусть здесь будет единички. Такая, что для всякого найдется такой x1. Значит, вообще говоря, x1 выбирается и по y и по дельте. Такой, что x1 принадлежит интервальчику от b минус дельта 1 до b и f от x1 принадлежит y1 окрестности точки y1. И то же самое для второй штуки. значит, это то, что нам дано. И то, что мы хотим получить это такую штуку. Значит, возьмем любую точку между этими двумя. Любой y3 принадлежащий отрезку от y1 до y2. Давайте без ограничения общности считать, что y2 больше, чем y1. Ну, как бы, если это не так, то я их просто перенумерую. Назову то, что раньше называлось y1, назову y2 и наоборот. Тогда я могу записать вот такой отрезок. И я возьму произвольную точку, которая этому отрезку принадлежит. Я хочу доказать, что верно такое утверждение для всякого y0 и всякого дельта найдется такой x что x принадлежит нашей окрестности. Неодновременно f от x принадлежит вот такой окрестности. Значит, тут написано какое-то количество утверждений с квантерами. Давайте я картинку нарисую. Может быть, с ней будет все-таки попонятнее. значит, вот у нас есть y1. Ну, хорошо, давайте, пусть у меня y1 будет пониже. У меня есть y1, а вот тут есть y2. дальше. Значит, вот у меня есть какая-то, значит, у меня бывают какие-то дельта окрестности и бывают какие-то epsilon окрестности этих вот этих y. Да, еще у меня есть какой-то y3, который между ними. У меня будет какой-то y3. вот так вот нарисую. Вот у меня есть одна окрестность y, вот у меня есть другая окрестность y, и обязательно в этих окрестностях есть точки моего графика. Значит, вот одна точка, например, где-нибудь здесь, а другая точка где-нибудь здесь. и вот эти две точки это точки графика, которые принадлежат графику моей функции. Я хочу доказать, что обязательно найдется точка, которая будет жить где-то вблизи этого y3. И эта точка будет тоже где-то близко к точке b. Давайте подумаем, с помощью чего это можно было сделать, с помощью какого инструмента. Я знаю, что моя функция, во-первых, непрерывна, во-вторых, проходит через вот эту точку, а во-вторых, проходит через вот эту точку. Как бы мне доказать, что она где-то будет жить, что есть какая-то точка на графике, которая близка к этому y3, которая находится между y1 и y2. А, ну мы можем взять точку, которая живет в коридоре по y1 и в коридоре по y2, и получается это как бы доказывали, что если сверху от нуля находится точка и снизу от нуля, то обязательно графика находится аналогичная этому нет. Да, совершенно верно. Можно мы понимаем, что эти две точки они на самом деле принадлежат графику нашей функции, и поэтому если мы сделаем так, что вот эта точка первая будет лежать ниже, чем y3, а вот эта точка вторая будет лежать выше, чем y3, то гарантированно, что между ними будет какая-то точка, тоже принадлежащая графику, которая будет в точности лежать на уровне y3. и если она будет лежать на уровне y3, то она уж, конечно, будет удовлетворять вот этому условию. А с другой стороны, у нее x-овая координата, она будет между вот этой x-овой и вот этой x-овой координатой, и поэтому она уж точно лежит достаточно близко к b. Собственно говоря, идея вся сосредоточена вот в этой картинке. А как мы можем разницу x-ов установить? Разницу x-ов? Как мы можем сказать, что один именно обязательно лежит и лежит чем другой? Сейчас, но то, что один лежит, смотрите, давайте сначала добьемся того, чтобы одна точка была бы ниже y3, а другая точка была бы выше y3. Во-первых, понятно, что нам интересна ситуация, когда y3 не совпадает с концами этого отрезка. Давайте я сразу скажу, что пусть она живет не на отрезке, а на интервале. Вот так вот. Тогда y3 не совпадает ни с y2, ни с y1. Он может быть к ним достаточно близок, но, по крайней мере, гарантированно не совпадает. Как бы нам тогда заставить вот эти вот точечки, существование, которых нам гарантировано, как бы нам тогда заставить их жить, но вот гарантированно, чтобы вот эта точка была выше, чем y3, она может, она не совпадает с y2, она может быть больше, чем y2, она может быть меньше, чем y2. Но мне нужно сделать так, чтобы вот эта точка была выше, чем y3, вот эта точка была ниже, чем y3. Как я могу этого добиться? Напомню, что мы пользуемся, значит, вот эти две точки, которые я нарисовал, вот эти вот красненькие, это точечки, существование которых гарантируется Мы можем взять ε, равное половине расстояния от y1 до y3. Да, совершенно верно. Значит, возьмем ε1, равный половине расстояния от y1 до y3. ε2 – половине расстояния от y2 до y3. Тогда гарантировано, что картинка выглядит примерно так, как тут нарисовано. То есть вот эти вот интервальчики, они уж точно не будут содержать в себе y3, потому что мы вот эти вот штуки выбрали достаточно маленькие. Значит, у нас вот здесь вот это вот расстояние – это как раз ε2, а вот это расстояние – это ε1. Значит, дельту возьмем сейчас произвольную. Ну, собственно говоря, какую мы возьмем дельту? Вот нам дается какая-то… Значит, вот здесь нам дается… Вот здесь вот какая-то дельта нам дается. Здесь у нас… Значит, нам нужно доказать, что вот этот x существует, и он существует для всякого дельты и всякого ε. Ну, соответственно, нам какую-то дельту дают, и мы эту же дельту будем использовать. То есть мы сделаем, что дельта 1 равняется дельта 2 равняется нашей дельте. Да, их мы задаем сами. Эта штука нам дана. Вот, значит, взяли вот эти самые дельты. Теперь, значит, что мы знаем теперь? У нас теперь есть x1 от дельта 1 ε1. Есть x2 от дельта 2 ε2. Во-первых, из-за того, что мы выбрали вот такие вот ε, гарантировано, что f от x1 от дельта 1 ε1 меньше, чем y3, меньше, чем f от x2 от дельта 2 ε2. Согласны с этим неравенством? Да. Ну, это, собственно говоря, потому что мы интервальчики взяли маленькими. Гарантировано, что просто верхняя граница вот этого нижнего интервальчика будет меньше, чем y3. А нижняя граница верхнего интервальчика будет, наоборот, выше, чем y3. Вот. Ну и, собственно говоря, все. Теперь дальше мы знаем, что f непрерывно на всем ab. Но, с другой стороны, вот эти вот точки x1 и x2, они лежат внутри дельта окрестностей нашей. И, на самом деле, это означает, что f непрерывно на отрезке. Значит, ну вот, либо от x1 до x2, либо от x2 до x1, в зависимости от того, кто из них больше. Вот я, на самом деле, не знаю, как у меня эту картинку устроена. Она может быть устроена вот так, что у меня x1 левее, а x1 левее, чем x2. А может быть, наоборот. Нас устроят оба варианта. Главное, что эти отрезки, этот отрезок есть. x2, x1. Вот. Значит, она непрерывна на вот этих отрезках, потому что эти отрезки целиком лежат внутри вот этого интервальчика от а до b. И поэтому нам гарантировано, что функция непрерывна во всех точках этого интервала. Значит, на любом отрезке, который лежит внутри этого интервала, она тоже непрерывна. Ну а дальше просто потерями промежуточного значения. Найдется такая точка x3. Лежащая на этом отрезке. В данном случае не на этом отрезке, а на интервале, потому что у нас гарантировано, что функция не принимает значение, равного y3 вот в этих точках. Поэтому x3 на самом деле лежит на интервале. Такая, что f от x3 просто равняется y3. Ну а теперь, с одной стороны, ну а теперь я просто говорю, что x3 – это искомая точка. Это искомая x от дельта и псилон. Значит, гарантировано, что x3 лежит в нашей окрестности, потому что он лежит между двумя точками, которые лежат в нашей окрестности. А с другой стороны, по y, как бы соответствующее значение функции, оно просто равно y3. Поэтому уж вот это условие точно будет выполняться. Ну и, собственно говоря, все. Спасибо. x3 принадлежит, значит, b минус дельта b. И f от x3 равняется y3. То есть f от x… То есть для всякого y большего 0 f от x3 лежит в ипсилонной окрестности точки y3. Ну и все. То есть идея просто в том, что когда наше значение будет скакать между двумя окрестностями, между окрестностями точки y1 и y3, просто в силу теремопремерудочного значения, в силу непрерывности, она будет пробегать и все промерудочные точки. Значит, они все будут нашу предельную. Такая штука. Синь, пожалуйста, а куда вы выложите запись этого разбора? Я просто под конец только подключилась. Ну, я напишу в Телеграм. Но я думаю, что я просто на странице курса выложу. А может быть, просто куда-нибудь. Спасибо. Вот. Так. Хорошо. Давайте еще вопросы. Вообще, 14-й семинар. Вот. Например, задача была про минимум из двух функций при его непрерывности. А дальше были теоретические, которые тоже запутываешься пока. Да, мы теорию вообще не разобрали из 14-го семинара. Хорошо. Давайте посмотрим. Так. Значит, теорию из 14-го семинара не разобрали. Ага. Я понял. Я понял. Я понял. Хорошо. Ну, окей. Давайте тогда поговорим еще про... Поговорим еще про какие-нибудь задачки отсюда. Ну, ткните меня в какую-нибудь задачку. Мы ее обсудим. 7v. Ой, 7c. 7c. А, про то, что обратная функция непрерывна на все области определения. Да. Смотрите. Значит, давайте я скажу два слова про седьмую задачку. Значит, это история про обратимые непрерывные функции. Значит, вот у меня есть функция, определенная на отрезке от А до В. Непрерывная и обратимая. Ну, давайте я, наверное, просто с самого начала пойду, чтобы у нас ничего здесь не потерялось. Значит, первое утверждение, которое мы хотим доказать, что она является строго монотонной. То есть, она либо строго возрастает, либо строго убывает. Вот, то есть, как бы тут идея такая, смотрите, что если у меня непрерывная функция не является строго монотонной, то есть она где-то возрастает и где-то убывает, вот такая, например, то такая функция не может быть обратимой, потому что для того, чтобы функция была обратимой, это означает, что у нас у каждой точки, у каждого Y должно быть ровно одно значение X, которое ему соответствует. Потому что мы хотим обратную функцию, то есть мы хотим, как бы наоборот, по Y восстанавливать X. Но если у нас есть функция, которая войдет себя как-нибудь вот так, вот, то тут это условие нарушается. Соответственно, аккуратное доказательство выглядит как-то так. Ну, давайте посмотрим на значение в концах этой самой функции, в концах отрезка. Значит, у нас F от A и F от B различны. Ну, давайте мы сейчас рассмотрим какой-нибудь случай, например, вот такой. Пусть F от A меньше, чем F от B. Другой случай рассматривается аналогично. Вот, давайте теперь, значит, ну, смотрите, если у нас картинка вот такая, значит, если F от B больше, чем F от A. Ну, значит, если я хочу сказать, что функция не является строго монотонной, то что это означает? Ну, значит, это означает, что, по крайней мере, найдутся две точки, которые устроены вот так вот, то есть для которых большему значению X будет соответствовать меньшее значение Y. Ну, потому что если бы они бы все были бы, если бы все точки были бы вот такими вот, то как раз было бы идеальное возрастание. Значит, немонотонность в данном случае означает, что функция не возрастает, не является возрастающей, точнее. Убывать она не может, потому что вот для этих двух точках условия убывания нарушены. Тогда F не может. Не может убывать. А, значит, единственное нарушение, как бы, ну, давайте я даже так скажу. Давайте я просто скажу, что давайте от противного рассуждать. Пусть функция F не является монотонной. Значит, она не является строго возрастающей. Да, то есть что это означает? Это означает, что неправда, что для всех X1 и всех X2 если X2 больше, чем X1, то F от X2 больше, чем F от X1. То есть это означает, что существует такой X1, существует такой X2, что X2 больше, чем X1, и при этом F от X2 меньше, чем F от X1. На самом деле здесь меньше либо равно, но равно не может быть. Почему не может быть равно? Почему здесь не может быть равенства? Мы сейчас предполагаем, что F непрерывно и обратимо. Потому что она обратима. Да, по обратимости. Если бы здесь было бы равенство, то у нас сразу же бы нарушилось бы условие обратимости, потому что вот у нас две точки, которые бы имели бы одно и то же значение. поэтому на самом деле в силу обратимости на самом деле F от X2 строго меньше, чем F от X1. То есть у нас есть две какие-то точечки, которые устроены как-то вот так. Ну а дальше хочется сказать, что вот такая картинка тоже не может существовать. Ну, ровно потому, что вот если, например, эти две точки нарисованы так, как я сейчас нарисовал, да, у нас график устроен как-то вот так. И по теремопромежуточным значениям вот здесь возникает несколько несколько корней, несколько несколько X-ов, в которых принимается одно и то же значение функции. Вот. Чтобы это сказать аккуратно, здесь нужно тоже рассмотреть несколько случаев. Но давайте посмотрим, как это можно сделать. Давайте рассмотрим такой случай. Пусть F от X2 больше, чем F от A. Да, то есть вот как раз этот случай соответствует этой картинке. У меня вот это значение больше, чем вот это значение. Ну, тогда, собственно говоря, противоречие ровно дается вот этой картинкой. Значит, мы можем рассмотреть три точки. Значит, мы можем рассмотреть, ну, точнее, два отрезка. Отрезок от A до X2. Сейчас, стоп. У меня X2. Так, не X2, X1. Да. X1. Значит, вот здесь вот у меня X1. Вот тут будет X2. Значит, давайте рассмотрим отрезок от A до X1. И отрезок от X1 до X2. И давайте возьмем точку Y, которая будет устроена так. Значит, Y лежит на отрезке. Значит, я хочу взять максимум из F от A и F от X2. И это будет нижний конец этого отрезка, а верхний конец это будет F от X1. Значит, почему вот этот отрезок вообще существует? Ну, потому что мы знаем, что F от X1 больше, чем F от X2 в силу вот этого условия. А с другой стороны, мы знаем, что F от X1 больше, чем F от A в силу вот этого предположения. Значит, вот такая точечка найдется. Согласны? Да. Ну, а теперь, что мы говорим? Теперь мы говорим, что тогда Y принадлежит отрезку от F от A до F от X1. И, следовательно, существует точка C1, которая принадлежит отрезку от A до X1. Такая, что F от C1 равняется Y. А с другой стороны, Y принадлежит отрезку от F от X2 до F от X1. И, значит, существует точка C2, принадлежащая отрезку от X1 до X2. На самом деле даже не... А почему мы Y на отрезке, а не на интервале? На интервале, на интервале. Вы правы, да. Нужно брать на интервале, потому что иначе может не сработать. Значит, давайте возьмем здесь на интервале, и тогда вот эти C-шки тоже будут лежать на интервале. Это как раз действительно важно. И давайте мы его с самого начала потребуем, чтобы он лежал на этом интервале. Вот так вот. Вот. Значит, и у нас F от C2 тоже равняется Y. Ну вот мы получили, что у меня есть две точки, они лежат на разных интервалах, не пересекающихся. И это означает, что это разные точки C1 и C2. И значение у них одинаковое, Y. Ну вот мы и получили противоречие с обратимостью. Вот. Значит, это первый случай, который мы рассмотрели, когда F от X1 больше, чем F от A. Давайте посмотрим на другой случай. А что, если F от X1 не больше, чем F от A? То есть теоретически могла быть вот такая картинка. Значит, вот у меня могло быть F от A. Вот здесь могла бы быть, здесь могла бы быть X1, а потом X2. А вот тут где-то F от B. A, X1, X2, B. Значит, тогда бы вот это все рассуждение бы с вот этими тремя точками не сработало бы, потому что эти три точки упорядочены просто вот так вот. Здесь функция убывает. Какие бы тогда мы бы взяли три точки? F от X1, F от X2, и F от A? Да, мы бы взяли бы вот эти три точки, например, и получили бы здесь ту же самую историю. Значит, если F от X1 меньше, чем F от A, мы знаем, что F от X2 еще меньше, чем F от X1, тогда рассмотрим X1, X2 и X2B. Значит, тогда гарантировано, что тут может быть что угодно, но гарантировано, что вот здесь будут будет такая же ситуация где-то между вот этими вот точками. Значит, тоже нам нужно будет рассмотреть то, что меньше. На вот этом вот отрезочке у нас будет такая же история. Аналогично к предыдущему случаю. Ну и понятно, что по идее нужно еще рассмотреть случаи, когда наоборот функция в точке B наоборот меньше, чем в точке A, ну там просто нужно возрастание заменить на убывание и все делается точно так. Вот. И это первая часть, она на самом деле технически самая, по-моему, трудоемкая. Понятно ли это доказательство? Да. Так, ну хорошо, давайте посмотрим теперь на следующие пункты. они на самом деле являются следствием этого утверждения. Следующее утверждение такое. Значит, вот у меня есть какой-то отрезок X1, X2, и он является кусочком отрезка, он является под множеством отрезка от A до B. Значит, утверждается, что образом этого отрезка обязательно является отрезок с концами в точках... Ну, сейчас. Проще нарисовать. Нет, нет, нет. Выし, что это, где-то может быть, изменит, когда оно с already 기도 den остров отрезка, почему не уже значит вот у нас отрезок зелененький от x1 до x2 дальше я рассматриваю тут образ это будет например f от x1 здесь будет f от x2 и утверждение такое что под действием моей функции все точки из этого отрезка переходит в точки из вот этого отрезка отрезка с концами f от x1 от x2 ну понятно опять же картинка может быть такая а в случае убывания у нас здесь f от x1 и f от x2 меняются местами как бы переворачивается но суть в том что в любом случае мы получаем отрезок между f от x1 и f от x2 что во все точки что туда переходит отсюда и с другой стороны никуда больше точка отсюда она не может она не может под действием этого отображения перейти куда-нибудь вот сюда или вот сюда вот такого не может вот но значит утверждение что полный образ отрезка f от x1 x2 и то есть вот такой отрезок либо наоборот вот это вот обозначение когда я просто функцию подставляет целиком отрезок это называется полный образ и по определению это такая штука это множество всевозможных значений f от x где x пробегает всевозможные значения на отрезке от x1 до x2 мы смотрим куда переходит весь отрезок каждая из точек куда она переходит и все это объединяем множество вот но доказательства ну давайте смотреть на самом деле чем и чем я хочу воспользоваться я хочу воспользоваться тем фактом что гарантированно что моя функция монотонный давайте для для определенности и афа текс 2 больше чем афа текс 1 обратный случай рассматривается аналогично значит если f от x2 больше чем афа текс 1 x2 у меня больше чем x1 что я могу сказать про функцию f она как себя ведет монотонно возрастает да она гарантирована монотонно поскольку мы предположили что она обратимой непрерывно по предыдущей теории мы знаем что такая функция обязательно строго монотонно но монотонно она может на то она возрастать или монотонно убывать но поскольку у нас есть по крайней мере две точки в которых которые как бы совместимы с возрастанием да вот эти вот две точки вот это означает что она везде должна возрастать потому что если бы она где-то возрастала где-то убывал она не было бы монотонный вот поэтому поэтому значит тогда у нас функция обязательно возрастает строго возрастает ну а теперь на самом деле нужно просто посмотреть вот на что пусть x принадлежит отрезку от x1 до x2 ну давайте смотреть значит во первых ну да окей если x принадлежит отрезку от x1 до x2 то f до а это означает что для икса справедливы такие вот неравенства ну а в силу монотонности в силу монотонного возрастания мы можем f применять как бы к правой левой части неравенства но это означает что f от x1 будет не превосходить f от x будет не превосходить f от x2 то есть что отсюда следует отсюда следует что все точки из отрезка x1 x2 попадают куда-то внутрь вот этого отрезка от f от x1 до f от x2 значит все точки из x1 x2 попадают внутрь f от x1 f от x2 и согласны вот мы это доказали то есть вне этого отрезка они не могут попасть что еще нужно доказать чтобы доказать вот это вот утверждение что у нас для каждой точки f в общем для каждой точки от f от x1 до f от x2 существует прообраз да да совершенно верно значит мы теперь точно знаем что мы отсюда не уходим куда-то куда-то не туда то есть мы знаем что мы знаем что мы знаем фактически что вот этот образ является под множество вот этой штуки а нам теперь нужно доказать включение в обратную сторону нам теперь нужно доказать что мы обязательно попадем в любую точку из этого отрезка как мы это докажем определено то она определена то но она определена всюду вот здесь но и значит почему обязательно почему обязательно мы почему обязательно ну да на самом деле из обратимости или значит из обратимости ну как бы я бы здесь сказал бы так что нам важно что область определения она не содержит здесь дырок и сейчас это ну как бы обратимость это как правило означает что просто из любой точки образа есть прообраз но то что все вот эти точки они реально принадлежат образу это в данном случае некоторое дополнительное утверждение которое здесь требует дополнительного утверждения про непрерывность значит на самом деле из непрерывности из опять же теоремы о промежуточном значении следует что любая точка которая живет вот здесь на этом отрезке что для нее есть какой-то прообраз это в точности теоремы о промежуточном значении значит по теореме о промежуточном значении для всякого игрека принадлежащего вот этой штуке существует . c такая что f от c равняется игреку то есть это означает что вот здесь вот мы доказали что наш образ лежит внутри нашего отрезка а тут мы доказали в обратную сторону то есть в любую точку вот этого отрезка хоть что-то да переводит отсюда ну и все и из этого следует что равенство доказано вот теперь третий пункт пункт c как раз самый важный для нас обратная функция непрерывно но давайте смотреть значит здесь нужно нарисовать аккуратненько картиночку смотрите я рисую исходную мою функцию значит вот здесь у меня x здесь y тут а тут б у меня какая-то монотонная функция давайте возьмем какую-нибудь точку давайте возьмем какую-нибудь здесь точку y 0 и я хочу сказать что обратная функция непрерывно в точке y 0 значит это точка x 0 значит у меня y 0 есть f от x 0 или x 0 есть обратная функция вот y 0 значит значит ну давайте смотреть утверждение что f значит утверждение что f минус 1 непрерывно в y 0 это такое утверждение значит 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 для всякого эпсилон большего 0 найдется такая дельта больше 0 что для всех значит у меня f минус 1 это функция которая зависит от y а у нас почему-то не видно вот самая левая часть а значит а поэтому сейчас я определение непрерывности у меня x и y меняются меняются местами значит у меня получается так для всякого y принадлежащего окрестности точки y 0 дельта окрестности будет выполняться что f в минус 1 от y лежит близко к f минус 1 от y 0 сейчас такая непривычная немножко картинка будет я буду дельта окрестности рисовать по вертикальной оси а эпсилон окрестности по горизонтальной потому что у меня обратная функция и оси меняются своими ролями то есть что я хочу сказать я хочу сказать что у меня обязательно значит значит если я возьму если я возьму какую-то окрестность вот здесь эпсилон окрестность то и я смогу выбрать такую дельта окрестность здесь что мы под действием обратного отображения всей этой всю эту дельта окрестность запихнем внутрь вот этой эпсилон окрестность вот что я хочу сказать вот это мое утверждение про непрерывность согласны вот теперь вопрос а как бы нам так эту самую дельта окрестность найти что-то у нас есть описал на окрестность как бы нам найти эту дельту окрестность причем я сейчас окрестности полные они содержат саму точку x0 и саму точку y0 есть какие-нибудь идеи как найти как найти дельту по епсилону у нас есть функция f у нас есть обратная функция в минус 1 и я могу ими пользоваться ну давайте представьте себе что я вам дал этот график да и дал конкретную эпсилон окрестность вот например ровно ту которая сейчас нарисована на экране как вы будете искать дельту окрестность такую чтоб она бы под действием обратного отображения переходила бы целиком в эпсилон окрестность даже не обязательно дельта окрестность покажет хоть какую-нибудь окрестность точки y чтобы она под действием под действием обратного отображения переходила вот в эту эпсилон окрестность здесь будет такую дельту что для любой ну чтобы выполнялась для функции f дельты меньше, чем эпсилон, который мы сейчас сядем. Ну, то есть вы хотите как бы в обратную сторону смотреть. Вот у нас есть эпсилон, да? И мы хотим назад посмотреть, что происходит с вот этой эпсилон-окрестностью под действием отображения F. Правильно я понимаю вашу идею? Да, и взять меньшую. И взять меньшую, да. Да, 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 да. Действительно. То есть идея ужасно простая. Давайте мы возьмем левый конец нашей окрестности, подействуем на него нашей функцией. Возьмем правый конец. Подействуем на него тоже нашей функцией. Значит, вот здесь вот возникнет какая-то штука. Ну, давайте я другим цветом буду это рисовать. Надо было, наверное, этот окрестный с другим цветом рисовать. Давайте я так вот раньше буду рисовать их. Значит, вот у нас есть... Значит, вот у меня сейчас она левым концом попала в тот хрест, который я заранее нарисовал, а правым нет, но это просто случайность. Значит, давайте просто рассмотрим... Рассмотрим вот такую штуку. Значит, f от x0 минус epsilon и f от x0 плюс epsilon. Вот у нас здесь возникла какая-то окрестность. Точки y0. Значит, что мы точно знаем? Вот посмотрим на вот эту вот окрестность. Вот посмотрим на вот этот интервал. Значит, у меня сейчас f монотонно возрастает. Давайте, опять же, без ограничения общности. Пусть f возрастает. Так, чтобы картинка была бы согласована со всеми рассуждениями. Если f убывает, то это можно рассмотреть полосиналогично. Что-то поменяется местами. То есть где-то там, например, вот эти вот штуки поменяются местами. Но по существу все будет верно. Когда рассматривают один случай из нескольких, но при этом рассмотрение всех остальных случаев делается абсолютно так же с перенумерацией каких-то объектов, используют заклинание, что будем считать, что без ограничения общности то-то и то-то. Это означает, как бы, что хоть мы сейчас это и будем предполагать, но на самом деле это не ограничивает общность наших рассуждений. Она будет верна после каких-то минимальных модификаций, очевидных, она будет верна и для другого случая. Вот. Итак, значит, без ограничения общности пусть f возрастает. И мы сейчас рассмотрим вот такую вот штуку. Что мы знаем? Во-первых, мы знаем, что вся вот эта наша эпсилонокрестность под действием отображения f целиком перешла вот в эту вот штуку. Если я теперь подействую обратным отображением на всю вот эту вот окрестность, что я получу, значит, f минус первый от всей вот этой вот штуки. Что вот это такое? Ну, хочется сказать, что ты от x0, минус эпсилон до x0 плюс эпсилон, но я очень поняла, это мы уже знаем? Ну, на самом деле знаем, потому что мы знаем, что, ну, смотрите, значит, мы знаем, что полным образом, значит, под действием отображения f, полным образом вот этой эпсилонокрестности является вот эта штука. Что-то у меня здесь со скобками. Да, видимо, тут скобка лишняя. Значит, мы знаем, что вот эта вот окрестность, это полный образ вот этой нашей исходной эпсилонокрестности. Это мы знаем ровно по предыдущей теории, потому что мы знаем, что отрезки переходят в отрезки, ну, в данном случае это интервал, то есть просто концы выкинуты, ну, понятно, что это приведет к тому, что есть концы тоже будут выкинуты. Вот. И поэтому в обратную сторону точно так же будет действовать. У нас все точки вот отсюда под действием обратного отображения перейдут сюда. Ну, почему так? Потому что если бы у нас возникла бы какая-то точка, которая перешла бы куда-то еще, это бы нарушило условия обратимости, потому что мы знаем точно, что вот эта точка обязана перейти. То есть мы точно знаем, что вот у этой точки есть прообраз среди вот этого отрезка. Это означает, что прообраза где-то здесь или где-то здесь ни у какой точки вот этой не может быть. Тогда бы у нас бы нарушилась просто обратимость всей функции на АБ. Вот. Поэтому вся вот эта вот окрестность под действием обратного отображения запихивается вот сюда. Дальше. Очевидно, что вот эта штука это окрестность нашей точки Y0. Потому что, опять же, у нас X0 перешла под действием F в Y0. Вот эта точка левее X0. Значит, в силу монотонности вот эта граница будет ниже, чем вот эта штука. И наоборот, образ правой границы будет наоборот выше, чем Y0 в силу монотонности. поэтому Y0, конечно же, находится между этими товарищами. Значит, Y0, он равен F от X0, и он лежит между F от X0 плюс эпсилон и F от X0 минус эпсилон. То есть, мы получили, на самом деле, почти то, что нам нужно. Мы получили какую-то окрестность точки Y0, которая под действием обратного отображения переходит в нашу эпсилон-окрестность. Единственная проблема, которая есть, это окрестность, которая у нас получилась, это вообще говоря, не дельта-окрестность, в том смысле, что это не обязательно симметричная окрестность вокруг точки Y0. Как из нее сделать симметричную окрестность? Как в нее вписать симметричную окрестность? Я бы сказал. Что есть строгие на самом деле неравенство? А почему вот этого недостаточно просто, чтобы сказать? Ну, нам нужно дельту найти. Вот нам нужна дельта. Вот эта дельта, она задает, как бы вот это условие, оно задает симметричную окрестность вокруг точки Y0. Та окрестность, которую мы сейчас построили, вообще говоря, не симметрична. Это на самом деле не страшно. Но нам нужно сделать последний технический шаг, который действительно показывает, что это не страшно. Что тот факт, что эта окрестность не симметрична и ничего нам не портит. Нам нужно взять минимум между расстояниями от окрестности, то F от X плюс и F от X минус и X. Да, совершенно верно. Значит, вот у нас могла быть вот такая вот асимметричная окрестность, но мы и в нее можем легко писать симметричную, просто взяв взяв дельту, которая будет минимум из двух вот этих вот как бы радиусов. Положим дельта, это минимум из значит, что здесь будет Y0 минус F от X0 минус эпсилон F от X0 плюс эпсилон минус Y0. И все, эта дельта работает, потому что она находится внутри, значит, вот эта окрестность, которая у нас в результате получилась, находится внутри вот той окрестности, которую мы построили, просто ручками вот этой окрестности, ну, значит, она действительно хорошая, раз вся вот эта большая окрестность переходит внутрь вот этой эпсилон окрестности, ну, значит, и какая-то штука, которая является подможеством, уж точно переходит внутрь, никуда не денется. И все, таким образом мы доказали непрерывность. Вот, собственно говоря, все доказательства сейчас умещается на экран. Похоже на правду? Да. Спасибо большое. Отлично. Так. Может, на еще шестую разберу? Какую? Шестую. Шестую задачу? Из 14-го семинара? Да. Значит, доказательство, что строго монотонная функция, определенная на отрезке, может иметь только разрывы типа скачок. Ну, давайте посмотрим. Значит, шестая с 14-го семинара. Ну, давайте смотреть. Значит, у нас теперь нет никакого условия непрерывности, а есть просто условия монотонности. И утверждается, что никаких особых точек, кроме скачков, у них быть не может у этих монотонных функций. То есть, монотонная функция, она может быть устроена, ну, вот как-нибудь вот так, например. Вот. Ну, давайте смотреть. Давайте возьмем какую-нибудь точку, в которой есть разрыв. X0. Значит, нам нужно доказать, что существует предел слева и справа. Да. Значит, давайте считать, что у меня функция определена и... Значит, как у меня там условие-то было? Функция определенная. Определенная на отрезке. Значит, вот у меня есть какой-то отрезок от A до B. И у меня есть точка X0. Ну, давайте считать, что это внутренняя точка моего отрезка. Кстати, интересно написано, правда, что она внутренняя. Не написано, а надо было написать. Да, на самом деле, это, конечно, верно только для внутренних точек отрезка, потому что... А, нет, неправда. Для любых, на самом деле, точек. Но давайте сейчас считать, что она внутренняя. Для... В случае граничной точки мы отдельно рассмотрим. Значит, пусть X0 лежит на интервале от A до B. Тогда нам нужно... Что сказать? Тогда нам нужно сказать, что у нее есть предел слева и справа. Ну, давайте смотреть. Во-первых, заметим, что на левой полуокрестности точки X0 функция ограничена. Ну, почему это так? Чем она ограничена? Не может такого быть, что вот здесь она ведет себя как-нибудь неограниченным образом. Почему? Значит, да, я сейчас нарисовал, опять же, без ограничения общности. Считаем, что функция возрастает. Для простоты. Если убывает, то же самое все будет работать. Потому что все острая будет стена. Все на этом. так, в силу монотонности, а точнее, вот чем можно ограничить значение функции, например, на левой полуокрестности точки X0? Ну, да, можно, на самом деле, взять любую точку правее X0, например, можно взять просто F от B. И тогда гарантировано, что вообще везде функция будет ограничена сверху значениями F от B, а и снизу значениями, наоборот, от F от A. Значит, мы знаем, что F от X не превосходит F от B и больше либо равняется, чем F от A. то есть F ограничено сверху и снизу. вот. Ну, смотрите, теперь что получается? Не напоминает ли вам что-то, не напоминает ли вам это что-нибудь? Значит, у нас есть, вот, например, если мы рассмотрим отрезок от A до B, нам известно, что F ограничено и монотонно. На что похоже? Бальцону в Виштраз, да? Не Бальцону, а просто теорема Виштраза. А, Виштраз? Да. Можете помнить, чем они отличаются? Та, которая про монотонные последовательности. Теорема Виштраза та, которая про монотонные последовательности, а Бальцону Виштраза это то, что из всякой ограниченной последовательности можно выбрать можно выбрать входящуюся. Вот, да, это очень похоже на теорему Виштраза про монотонные ограниченные последовательности, только она для функции. Но на самом деле для функции она тоже прекрасным образом работает и доказывается ровно так же. Ну, давайте просто докажем. Давайте рассмотрим. Если мы сейчас с вами докажем, то этим уже можно выбрать? Можно. Значит, возьмем какую-нибудь дельту больше нуля. Такую, что х0 минус дельта больше а. и рассмотрим множество f от х, где х принадлежит интервалу от х0 минус дельта до х0. Это какое-то множество. Его элементами являются значения функции. Поскольку функция ограничена, мы точно знаем, что это множество тоже ограничено. В частности, оно ограничено сверху. Это означает, что у него есть супрема. Давайте как-нибудь это множество обозначу, пусть оно называется y минус. Значит, у него есть супремум. Ну, и давайте я его как-нибудь назову, пусть оно называется y маленький минус. ну а дальше, на самом деле, нужно в точности повторить то же рассуждение, которое было в теореме Вейш-трассе. Поскольку это супремум, это означает, что точки из этого множества приближаются к этому y минус сколь угодно близко. значит, для всякого epsilon больше нуля найдется обязательно такой x, зависящий от epsilon. Давайте как-нибудь его обозначу, пусть он называется, пусть будет x1 такой, что f от x1 больше, чем y минус минус epsilon. Почему это правда? Значит, вот этот x1, он принадлежит нашей окрестности. x0 минус дельта x0 почему это правда? Может, у вас еще есть логика y минус что? Значит, y минус это по определению вот этот вот y минус это просто супремум вот этого множества. Это множество это просто всевозможное. Вот я взял какую-то окрестность, значит, какую-то окрестность зафиксировал и в этой окрестности я просто смотрю на всевозможные значения, которые моя функция может принимать. Вот у этого множества, это множество ограниченное, значит, у него есть супремум. Вот этот супремум я обозначил через y- минус. Минус, потому что мы сейчас рассматриваем левый предел. Так понятно, кто такой этот товарищ? Зачем это супремум? Что еще раз скажите? Нет, сейчас помню. Значит, супремум вот этого множества, точная верхняя грани вот этого множества. вообще очень часто, когда мы говорим, что это супремум, кажется, ну, зачем? Ну, то есть, это просто какое-то число, почему мы можем побольше сказать, но оно ограничено сверху, каким-то там c. Как еще раз супремум вообще нам помогает. В данном случае мы просто хотим в явной форме сказать, чему равен предел. Ну, в максимально явной, которая нам здесь допустима. А именно мы хотим сказать, что вот это супремум, это и есть наш предел. Чем супремум хорош, тем, что он всегда существует. если множество ограничено, да, вот у нас и есть какое-то множество, оно может быть устроено как угодно, но если оно ограничено, да, оно лежит на каком-то отрезочке, то мы точно гарантируем, что супремум существует. Супремум это значит, как бы, такое число, что оно с одной стороны ограничивает все наше множество, а с другой стороны его нельзя уменьшить, его нельзя сделать меньше с сохранением вот этого условия, то есть это самое маленькое из всевозможных ограничений сверху для нашего множества. И вот самое главное, что оно существует. Вот мы его взяли. Значит, дальше я утверждаю, что выполняется вот такое утверждение. Почему оно верно? Изопределение с управлением нет? Изопределение с управлением, да. Если бы так оказалось, давайте просто посмотрим, если бы это было не так, значит, это было не так, то это бы означало бы, что нашелся такой эпсилон, что для всех иксов из нашей окрестности f от x1 был бы меньше либо равен y минус минус эпсилон. То есть, это бы означало бы, что на самом деле не вот этот y минус является точной верхней гранью, а то, что его можно еще дополнительно уменьшить, и даже после вот этого уменьшения вот эта штука все равно является верхней гранью. То есть, она все равно больше либо равняется, чем все значения функции f. Давайте f от x я тут напишу. это противоречит тому, что y минус точная верхняя грань. Точная, то есть самая маленькая. Верхняя грань. Поэтому вот это утверждение обязательно выполняется. А теперь, как нам из этого утверждения сделать прямое утверждение про предел? Я хочу доказать, что я хочу на самом деле сделать вот такую штуку. Хочу доказать, что предел при x, стремящемся к x0 слева, f от x, равняется нашему y минус. А как это доказать, исходя из вот этого утверждения? Ну, на самом деле, не только из него. Только из него не получится. То есть, мы хотим вот такую штуку для всякого epsilon. Найдется такое. Найдется такая. давайте пусть будет delta 1. Такая, что для всех. значит, вот облияние предела. Как нам теперь вот отсюда вот перейти вот сюда? Как нам выбрать delta 1? Ну, смотрите, если вернуться к картинке, то что мы сказали? Мы сказали, что давайте я сейчас перерисую эту картинку немножко. Значит, мы сказали, что вот у нас есть вот эта самая наша y- и мы сказали вот что. У нас есть наша функция. И значит, для любого epsilon вот здесь, здесь у нас y- минус минус epsilon. Здесь значит, что мы сказали? Мы сказали, что мы можем найти такой x, который, у которого значение функции будет выше, чем y минус epsilon. То есть, мы нашли вот такое значение функции. Хочется вот такой вот штуку. Значит, вот это наш x от epsilon. мы можем сказать, что что delta равна расстоянию от любого вот этого x, которого мы нашли. Да, совершенно верно. Действительно, просто вся вся вот эта окрестность, она под действием нашего отображения отображается вот куда-то вот сюда. Может быть не целиком во всю эту штуку, может быть с какими-то дырками, но важно то, что она не выходит за рамки вот этого интервальчика. Почему это так? Псилу иммунитонность совершенно верно. И раз она не выходит за рамки вот этого интервальчика, значит, она не выходит за рамки вот этого интервальчика значит это то что нам нужно то есть мы можем просто положить дельта равная x 0 минус x от и писал и все доказано тогда f вот значит тогда для всех иксов принадлежащих окрестностям с 0 минус дельта x 0 значит это что такое это окрестность просто x от епсилон x 0 и для всех этих иксов f от x будет лежать между f от x 0 и значит во первых f от x будет меньше меньше либо равен чем l минус потому что л минус от супремом это верхняя грань а с другой стороны f от x будет не превосходить f от x от епсилон значит f от x больше чем f от x от епсилон а f от x от епсилон больше либо равняется ну или тут у нас тоже больше больше чем y минус минус епсилон то есть как раз f от x лежит в нужной нам окрестности значит вот это неравенство в силу монотонности вот и все как видите это очень похоже на доказательство теоремы про последовательность буквально такое же ну и собственно говоря все так мы доказали что есть левый предел то что есть правый предел доказывается абсолютно аналогично и значит все особо и значит все разрывы это как раз разрывы где есть левый предел и правый предел а в концах отрезка там будет только на столько один односторонний предел но там в общем тут трудно говорить про разрывы потому что это граничная точка области определения но в любом случае односторонний предел там будет существовать вот